ребенку на новый год шили такой костюм чертика он там прыгал бегал игрался весело очень прошло он получил первое место за вот дед пихто кто он получил первое место за лучший костюм потому что там все старались бабушка дедушка шили этот костюм из рогов козла настоящие использовали знать шкуру козла и так далее все прошло хорошо и прекрасно но ребенка как подменили после этого ребенок начал вести себя неадекватно он начал кусаться он начал материться он начал по ночам разговаривать не своими голосами учим он стал одержим этот ребенок потому что понимаете как когда обычный человек человек у которого нет определенной силы который не имеет права обращаться к определенным духом да если это человек позволяет себе лезть в мир духов со временем он может быть одержим этими духами то есть он привлекает на себя не очень хорошее внимание духов особенно злых духов и естественно что за это очень жесткая распад помните вызов пиковой дамы потом такая хорошая игра интересная паночка померла когда ложат одну девочку на стол накрывает черными черной материи и начинает по кругу ходить бить себя по голове кричать паночка померла ну это имитации гоголя фильм в общем это очень конечно весело но после этого многие из этих паночек не выходили замуж не могли создать семью я знаю одну девушку которая скажем так металлась по разным религиям туда-сюда не знала где себя найти то туда-то сюда то готом становилась то панком становилась то одевала хиджаб до 5 то потом она сняла стала обратно этим как эти ночные волки которые на мотоциклах гоняют в общем не знала как определиться у него татуировки были связаны со смертью они там в годы молодости ночевали на кладбище и ничего хорошего у этого человека в жизни не происходит абсолютно неустроенная жизнь абсолютно как бы сказать дорога в никуда в этой жизни понимаете невзирая на то что она уже давно мать и ее детей воспитывают другие люди это говорит о том что вот эти игры с потусторонними силами не могут принести хорошего результата была женщина которая вот так вот вызывала жениха и оттуда какой-то образ появился и очень сильно кулаком ударили ей в лицо и у нее лицо скривилась она так и не вышла замуж так и осталось были моменты когда человек моет голову склонившись и получать жуткий удар кулаком по голове до такой степени что становится плохо падает ванную от грохота значит прибегают родственники вытаскивают его из воды тем самым спасает ему жизнь поэтому наши бабушки говорили по ночам нельзя мыться в бане говорили что если ты ночью купаешься оставь дверь открытым и скажи родственников предупреди что если вдруг там какой-то звука не будет чтобы они успели очень много людей так угорали в бане потому что ночь купались и потому что они были пьяны или там плохо себя чувствует нет они получали удар по лицу они получали удар по затылку по голове злые силы могут взаимодействовать даже физически есть такой момент поэтому чем дальше от зла чем скажем так меньше мы лезем в этот мир потусторонний не знаю не имея навыков я например зная всю эту кухню изнутри я знаю эту закулисную жизнь ведьм я бы не рискнула никогда такие маски делать для себя поэтому иногда я удивляюсь людям которые например идут на кладбище ночью снимать вот они услышали там крик младенцева посмотрите на этих блогеров через некоторое время у них каналы исчезает у них начинается проблему у них начинает питомцы домашние умирать потому что они тащат все время оттуда вот эти вот силы которые кладбищенские силы тоже не очень добрые они стражники и они наказывают любого кто нарушает например покой мертвых по ночам я никогда этого не сделаю есть никогда я чувствую что мне не нужно туда идти я развернусь с полпути уйду или подойду не посмею зайти понимаете это не трусость это реалии жизни это разум человек разумный понимает что если ему просто наглядно показывают об опасности и он туда лезет то он глупец он просто подвергает опасности себя и своих родных по крови и прочее то есть речь о том что вот это вот чрезмерное заигрывание со злой силой может плохо закончится дорогие друзья это очень романтично смотрится очень весело смешно но это может плохо закончится и все те кто баловался такими вот костюмами и прочее прям одержимость какая-то аж соревнуется кто пострашнее сделать какую-то гримасу вы понимаете вот делая такие вот маски такие макияжи ну кто-то просто сделает по порадуется посмеется и пойдет дальше у него энергия такая к нему не прилипнет кто-то сделает и действительно через некоторое время у него действительно будет на лице такой шрам кровоточащие действительно попадет в аварию и лишится может быть половина лица это реальность люди же не просто говорят например на себе не показывай понимать когда там вот там на лице вот такой шрам и говорят на себе не показывай даже по рукам могут бить потому что ты вот делая такое ты как бы сказать перетягиваешь на себя перетягиваешь на себя определенную судьбу того человека которого изображаешь вот того искалеченного человека до с окровавленным лицом еще раз говорю это зависит от момента это зависит от энергии человека есть человек которым вообще по одному месту вот сделать все что угодно может и изображать безногого ему вот сойдет с рук определенное время тоже может сойти может вообще навсегда а есть человек который просто просто вот просто решил пошутить что он плохо видит вот у нас хлеб не может по дому ходить так держа ходит напугал всех родственников все посмеялись и порадовали и через некоторое время он лишился зрения и это не просто так ну например ванга рассказывала что в детстве такую игру любила закрывала глаза и начинала по дому значит на ощупь передвигаться и отец ее все время за это ругал в конце концов она действительно ослепла может ее подготавливали к этому а может она сама вот это тоже призвала может быть ускорила этот момент понимаете о чем речь что относитесь к этому очень серьезно ребенку шили там костюм чертика вот он весело скакал игрался на праздники в общем новый год новогодние елки и все там удивлялись оригинальный костюм но после этого ребенка подменили он просто стал абсолютно непослушный абсолютно никакой вот как чертик стал злым стал огрызаться стал детей кусать до того дошло что просто попросили уйти из садика что родители начали писать жалобы что с таким ребенком не хотят чтобы их дети там ходили в садик потому что он просто до крови до костей кусала же тарал мясо и ребенка начали возить по психологам психиатрам все такое пока пока этого ребенка не очистили то есть не не заговорили потому что есть подселение определенных сил которые так и ждут чтобы вы обратили на них внимание и тем самым делали это некое приглашение когда вы изображаете такие злые силы такие злые гримас это некое приглашение их с свое тело в свою жизнь что вот вы вы привлекать их внимание посмотри на меня вот я такая вот приди и вот пускай я буду такая они могут прийти зафиксировать это собственно говоря грубо говоря да это могут действительно в реалии обернуться ты сначала в голове что-то держишь ты сначала каким-то образом это изображаешь а потом ты это воплощаешь в реальность в жизнь это всегда так ну мастер например сначала там забрасывает какие-то определенные там очерки да так быстренько там отмечает потом рисует эту куклу в голове полностью еще представил нарисовал на бумаге а потом эту куклу изображает делает там шьет смотря какая там кукла и из чего сделано правильно сначала в голове это рождается потом на бумаге а потом жизни то же самое сначала в голове рождается такая идея сделать такую гримасу маску потом это воплощается на лице то есть с помощью определенных профессионалов которые замечательно эти гримы делают а потом это воплощается в реальность актеры определенные роли боятся играть того же ивана грозного потому что говорят что есть роковые роли я как-то снимала про это боятся играть вампиров боятся играть наталья ворлей например после того как сыграла ви там паночку она сказала что она раскаялась за эту роль тысячу раз потому что гоголь привел туда древние заклинания он собрал эти деревенские древние страшные заклинания и было сказано что это реальность это действительно было было так имело место быть что женщина может быть у него была там клиническая смерть поэтому гоголь ужасно боялся чтобы его не похоронили живем и в итоге когда его раскрыли там могилу оказалось что он был живой он прям эту обшивку все расцарапал и поверну перевернулся и умер он жутко боялся быть живым похороненным почему то вот у него и он попросил своих друзей похоронить его только тогда когда появится явные значит вот явные признаки трупного разложения только тогда но его не послушали и он действительно был похоронен живем вот у него вот этот страх ужас видимо после этого рассказа который он воплотил в жизнь и его жизнь была вся мистическая понимать то есть хочу вам сказать что есть даже роли которые после этих сыгранных ролей если они не нравятся реальному персонажу которого они играют то есть у них настолько сильная энергия и душа что она может эта душа оттуда даже наказать и они боятся этих роковых ролей а вы не боитесь но на мордюкова сыграла фильме где она оплакивает сына погибшего обнимает плачет и она говорила на что ее душа жутко за сопротивлялась она очень не хотел сыграть но заставили после этого сына увлекся определенными вещами и за короткое время действительно умер она к она к вы знаете она как бы приблизила эту реальность создала эту реальность вот сначала сыграли а потом она получилась воду полностью построена на этой сюрреальности сначала куклы мужа и жены значит прикрепляют медом друг другу потом льют сверху сахарную воду заговаривая чтобы у них была сладкая жизнь привязывать красной лентой прячут и вот муж и жена начинает жить прямо в сахар на и сладко вместе то есть они вот это театрализованные до театрализованную всю реальность называется они привносят в реальность наш наш мир так вот вы изображает такие вот гримасы маски такие жуткие вещи там оторванные тела не знаю полу лицо полу череп и так далее вы призываете просто это нас свою жизнь вы это закрепляйте за собой запрещайте своим детям это делать это может очень весело но потом это очень сильно влияет вызов черной дамы я очищала людей которые в детстве играли вызов черной дамы понимаете действительно вызывали очищала людей которые играли умерши паночка померла даже такая идиотская игра существует когда кладут одну девочку на на стол все начинают кричать плакать бегать вокруг там паночка померла и вот в какой-то момент она резко встает кого-то хватает и там они с криком визгом выбегают это весело очень то есть они не знают какой момент паночка воскреснет кого схватит веселая игра но в итоге девочка которая в эту играла игру чаще всего у нее было просто очень похоже типаж и все время ее клали как мертвую паночку и вот так играли и у нее всю жизнь были проблемы она постоянно попадала дала то в аварии два раза от онкологии лечилась удалила грудь и удалила там еще часть тела понимаете все время она же померла вот она и будет помирать пока и вот это вот не очистим и не уберем во всем есть мистическая сторона во всем есть оккультная сторона есть во всем есть магия и даже элементарно сказанные слова могут просто повлиять когда мать прокляла сына складную иди ты к черту вот сказала к черту и сын пропал и оказалось вот его нашли потом его тело и это место называлась чертов перед перекресток символично да вот попал он в какую-то драку и вот в этом перекрестке убили его и она потом себя ругала вот я просто со зла я же не хотела да вы не хотели этого но сказав иди к черту она действительно к черту его и отправила в чертов перекресток и убили его там понимаете вот все время контролируйте и свои действия свои слова они очень сильно влияют на нас мы порой не замечаем но иногда потом резко вспомним я не просто так дала вам ритуал от непотребного слова если вы вспомнили что вы что-то не то сказали разозлились тут же возьмите отчитайте себя читайте чтобы эти слова не дошли до человека или до вас самой понимать дальше значит вот с этим мы разобрались зачем почему это нельзя делать потому что с чрезмерная реалистичность вот этого всего может привлечь может реально привлечь на вашу сторону все те события которые вы изображаете на своем лице на своем теле это все тоже лежание в гробах актеры вообще со скандалом идут на это все многие из них просят делать восковую их фигуру чтобы не лечь в этот гроб потому что много ситуации когда вот именно клали в гроб и после чего человек действительно умирал начинал бороться понимаете как вы показали что вы умерли вы этим силам смерти показали я умер все а потом вы встаете уходите нет они вас должны обратно вести и положить назад то есть вы показали что вы уходите вы сыграли эту сцену теперь эта сцена должна быть реальной потому что она перейдет в реальную жизнь я помню был такой случай где у нас был одноклассник дима не буду назвать его имя участник был войны я знаю что его убили потом не нашли он без вести пропал мы подозревали и я тоже поняла что у него просто он был неплохой парень был безобидный парень на просто у него язык такой он мог всякую ерунду сказать не обдумав и не подумав и он очень часто в нашем классе говорю ой да я да за такое да я за пятерку жизнь отдам ольга ванна и ольга ванна у нас все время ругала нас за такие вот вещи говорю такие мещанские глупые вещи никогда не говорите они все чреваты ольга ванна да я за пятерку жизнь отдам и все такое понимаете и в конце концов он жизнь отдал молодом возрасте то что все время говорил что отдаст эту жизнь видимо поняли что он не ценит эту жизнь так готовы легко и просто за каждую ерунду отдать свою жизнь и он отдал и